Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. С вами Руслан Жукаев и коротко о главном. После продолжительных каникул начался новый учебный год. С соблюдением всех норм санитарной безопасности школы республики распахнули свои двери. Глава республики посетил некоторые школы республики и ознакомился с тем, как организовано бесплатное горячее питание для учащихся младших классов. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, отдать дань памяти героизма наших предков Карачаева, Черкесии прошел диктант победы. Минувшая неделя ознаменовалась разными событиями. После продолжительных каникул начался новый учебный год. В День знаний глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов вместе с мэром Черкесии Алексеем Баскаевым приняли участие в торжественной линейке в честь начала нового учебного года в школе номер 6 республиканской столицы. Они поздравили первоклассников с началом нового этапа в жизни в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией. Школьные линейки проводили лишь для учащихся первых и одиннадцатых классов с разделением потоков и соблюдением норм санитарной безопасности. Рашид Тимрезов сообщил, собравшимся на линейке хорошую новость, принято решение о строительстве при школе номер 6 Черкеска нового современного корпуса на 400 мест. Тут же на территории появится спортивная инфраструктура, которой ранее здесь не было. Мэр Черкеска Алексей Баскаев пожелал первоклассникам быть целеустремленными, любознательными, обрести новых друзей и радовать учителей и родителей успехами. Далее для первоклассников произвенел символичный первый звонок, в небо поднялись десятки воздушных шаров. Первоклассники впервые приступили порог школы и направились в учебные классы на первый урок. По завершении линейки Рашид Тимрезов и Алексей Баскаев осмотрели представленные в здании экспозиции об истории школы, которой в этом году уже исполняется 95 лет и обладающихся выпускниках. Гости торжества посетили несколько учебных классов, побеседовали с теми, кто впервые сел за парды и с теми ребятами, кто в этом году уже перешел в выпускной класс. На этой неделе глава республики посетил еще две школы номер 3 в Карачаевске и учебное заведение в Кумыше. Руководитель региона ознакомился с тем, как организовано бесплатное горячее питание для учащихся младших классов. Кроме того, Рашид Тимрезов дал ряд поручений по подготовке к строительству в Кумыше новой школы, дома культуры и спортивного объекта. Подробности у Мрата Джанкезова. В столовой школы номер 3 Карачаевска шумно и задорно. Дети с аппетитом обедают, украдко поглядывая на высоких гостей. Глава республики пообщался с педагогами, с поварами, подробно расспрашивая о том, как организовано питание в школе. Ну а самый лучший индикатор качества еды – это пустые тарелки сытых школьников. О том, что обеды для младшеклассников должны быть бесплатными и высокого качества, отражено и в решениях президента страны. Принимая такое очень важное и серьезное решение, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он поставил задачу, чтобы дети получали качественное питание, независимо от того, где они проживают. То ли это сельское место, то ли это город, чтобы получали качественное горячее питание. И, вы знаете, самый большой показатель того, что мы видим – это пустые тарелки у детей. Пожалуйста. И то, что с хорошим настроением. У нас на обед суп перловый, у нас на обед гуляш из курицы с макаронами, с подливкой, с зеленью, с салатом обязательно. Чай, поэтому у нас попить на третье. И на завтрак была каша рисовая, масло, чай тоже, бутерброд. Хлеб на выбор – серый и белый. В средней школе аула Кумыш дети уже поели и разошлись по кабинетам. Рожид Тимрезов лично проверил пищеблок, меню и условия, в которых питаются дети. Тут же во дворе школы состоялся обстоятельный разговор с членами правительства и главой администрации района. Руководитель региона дал поручение проработать всю необходимую базу для строительства новой школы и не только. Здесь на сегодняшний день нет ни дома культуры, он есть, но ни дома культуры, ни спорткомплекса. Мы в более маленьких населенных пунктах встроим спорткомплекс и продолжаем это делать. Основное, конечно, то, что здесь требуется, это строительство новой школы. Мы сегодня приняли решение о том, посмотрим, посчитаем, какие есть проекты у нас уже примененные. Либо это будет школа на 550, либо на 600 мест, что в принципе закрывает, не в принципе, а полностью закрывает потребности данного населенного пункта. Но и при этом этот населенный пункт всегда отличался и своими спортивными достижениями, и работниками, представителями культуры. Поэтому, конечно же, мы посмотрим, то, что касается дворца культуры, может быть, мы будем использовать современный актовый зал в новой школе на первом этаже. Но, скорее всего, будем делать отдельно, отдельно дворец культуры, наш типовой, который на 300 мест, и обязательно спортивное ядро с тем, чтобы дети могли заниматься и летом, и зимой. Это, я считаю, что самое главное. Хотя по данному населенному пункту еще много таких и основных вопросов, в том числе и водоснабжения, но мы этим вопросом достаточно плотно с главой района, со Спартаком Аскатовичем занимаемся. Мурат Женхюзова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Жаркая погода сменится дождем. МЧС предупреждает, сегодня и завтра в Карачаево-Черкесии ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым метром ветром до 23 метров в секунду. На реках подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Все, что вас радует, обязательно будет. С кредитом наличными в Минбанке. Возьмите кредит до 2 миллионов рублей по ставке 6,9% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис Московский индустриальный банк. По всей стороне прошла всероссийская историческая акция «Диктант Победы». В Карачаево-Черкесии работали 33 площадки. В 17-й гимназии города Черкеска также состоялась данная акция с участием представителей «Единой России», а также работников Министерства образования и науки республики. Помимо этого, школьники исполнили песни военных лет. В акции «Диктант Победы» принял участие и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны и отдать дань памяти героизму наших предков. В 17-й гимназии Черкеска прошла не просто акция, а настоящее военно-патриотическое мероприятие. По всей республике были развернуты 33 площадки, где каждый желающий мог принять участие в данной акции. Перед началом экзамена школьники развернули 25-метровое знамя Победы и поприветствовали всех гостей. В свою очередь представители партии «Единая Россия» отметили значимость проведения исторической акции. Пока каждый из нас будет чтить и помнить наших героев, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины, эти трагические события не повторятся. Сохранить эту память, передать ее поколениям, заботиться о ветеранах – это священная обязанность каждого из нас. В прошлом году Карачаева-Черкесия заняла третье место во всей стране по количеству правильных ответов. Надеюсь, эта традиция будет продолжаться, но уверен в том, что диктант Победы станет стимулом для каждого из нас. Трогательное исполнение школьниками всеми полюбившихся песен военных лет особо привлекало внимание гостей. В течение 45 минут участники диктанта Победы должны ответить на различные вопросы касаемо Великой Отечественной войны. Помимо этого, школьники принимали участие в военно-исторической викторине. Игра называется «Великая Отечественная война». Мы с ребятами собрались и вот уже играем несколько минут. Чтобы выиграть, нужно правильно ответить на вопросы, задаваемые мной. Когда набираются много наград, ребята получают какие-то призы. Вопросы позволили всем вспомнить важные события из истории Великой Отечественной войны, отмечают участники диктанта. После окончания результаты будут отправлены по электронной почте каждому принявшему участие в акции. Как и любой экзамен, конечно, это какое-то волнение. К счастью, на сайте диктантпобеды.рф были какие-то тестовые вопросы, которые за несколько дней я успел пройти. И те вопросы, на которые сегодня пришлось отвечать, они были примерно в этой же конве. Поэтому мне так удалось быстро ответить. В этом году в диктанте было 25 вопросов. Вопросы были все посвящены Великой Отечественной войне. На все вопросы мы постарались дать ответ. Надеюсь, что правильно. Во всяком случае, мы думали, сосредотачивались. И я надеюсь, наши ответы будут правильными. Результаты будем ждать. Также в 17-й гимназии Черкеска представили экспозицию, посвященную 75-летию Великой Победы. Алихалип Шоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. После длительного перерыва Пятигорская мечеть вновь открыта для верующих. Стоит отметить, что на протяжении более 10 лет усилиями прихожан и руководства духовного управления ведется ее реконструкция. Подробности о том, какие изменения произошли в мечети, узнавал Аслан Гирюгов. На протяжении многих лет мечеть в Пятигорске притепевает большие изменения. С каждым годом для прихожан улучшают условия. В новых просторных помещениях людям легче совершать молитвы и омовения, отмечать мусульманские праздники, проводить занятия. В связи с угрозой распространения коронавируса существует ряд мер предосторожностей. В обычное время все молитвы, кроме пятничной, читаются на улице. Помещения обрабатывают профессиональные дезинфекторы. Проповеди сокращены до минимума, а у входа стоят волонтеры, которые измеряют температуру, выдают маски и одноразовые коврики для молитвы, а также обрабатывают руки антисептиком. Помимо этого, пожилых прихожан просят оставаться дома для их же безопасности. Действительно, мечеть Пятигорска, она постоянно претерпевает расширение, реконструкции. И это все во благо мусульманам. Поэтому все, что сегодня происходит, расширение, реконструкция Пятигорской мечети, это только во благо всем верующим. И тем более сегодня, во времена пандемии, во время распространения, продолжающегося распространения коронавируса, подобные просторные помещения очень удобны. Изначально мечеть была небольшой. Вместимость порядка 500 человек. С годами появлялись новые помещения и этажи. Увеличивалась территория и изменялся облик. За основу взяли мечеть из Бухары в Узбекистане. Теперь, спустя более 10 лет, обратиться к Богу после реконструкции может более 2,5 тысяч прихожан. Как отметил муфти Ставропольского края Мухаммад Хаджи Рахимов, на сегодняшний день создается еще одна большая комната для совершения молитвы. И все работы ведутся усилиями духовного управления и прихожан. Ведь данная мечеть единственная в городе. Справедливо будет отметить, что Пятигорск является многонациональным городом. И мечеть помогает сплотить мусульман разных национальностей. Так как Пятигорск столица Северного Кавказа, то здесь прихожане со всего Кавказа. Здесь нет преобладающего народа или нации. Мы уже более 10 лет ведем реконструкцию. И я надеюсь, что в ближайшие 2-3 года мы полностью завершим ее. Так как у нас площадь небольшая, то мы возводим второй, третий. А вот в той мечети у нас 4 яруса. Поэтому людей все прибавляется, прибавляется. И нам необходимо сделать так, чтобы все молящиеся помещались в нашей мечети. Для верующих создаются все условия для их комфорта. В свою очередь, руководство духовного управления просит прихожан быть аккуратнее во время распространения болезней и проявлять терпение, когда постигают трудности. На этом субботний выпуск ВСЕ подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго.